Многим из специалистов водоканала раньше не приходилось выступать на публике и бороться за звание лучшего. Это первый отраслевой конкурс. В Южную столицу прибыли команды из Зернограда, Гукова, Белой Калитвы, Азова, Таганрога, Волгодонска. Своё мастерство покажут и ростовчане. Не так давно они победили на всероссийском конкурсе лучшей по профессии. С гордостью могу заявить, работники водоканала оказались лучшими в России. У нас были крупные водоканалы. И Санкт-Петербург, и Киров, и Пермь участвовали в этом мероприятии. Поэтому работников ростовского водоканала, как победителей, просьба не расслабляться. Ситуация, в которой оказались конкурсанты, максимально приближена к реальности. Этот полигон уникальный для водоканалов Юга России. Он идеально подходит для таких состязаний. После официальной части бросают жеребий. Первыми выступают слесари аварийно-восстановительных работ. Некоторые участники не просто соревнуются. Для них конкурс – возможность перенять опыт своих коллег. На всех конкурсных площадках используется современное оборудование и материалы. Работа будет выполнена, пущена вода. Если не будет вода течь, значит работа выполнена качественно. Сегодняшний конкурс – это для повышения мастерства именно рабочих профессий по устранению аварий, для того, чтобы жители Ростовской области чувствовали себя комфортно. В каждой команде по три человека. Возле рабочего оборудования, трудопровода они роятся, как пчелы. Помощь крепким рукам – песок, вода и багаж личного опыта. Все уже натренированы просто. Уже каждый знает свое дело. Пришел в профессию 8 лет назад. Было интересно. Как там, что там. Сам просто без воды сидел некоторое время. Решил помогать людям. Имена победителей появятся на доске почета. Профессиональное признание для них важнее похвалы. Вместе с представителями своих городов выигрывают и жители. Ведь качество их жизни во многом зависит от мастерства рабочих водоканала. Валентина Назаренко, Алексей Ануфрев. Главное новости.